День. А в чём лаборатория и в чём вообще обработка данных? Что вы делаете? За 15 лет как изменилась наука в обработке данных? Что сейчас важно в этой связи? Полезны будущим потребителям или пользователям, или наоборот, получить... Это всё сюда же? Да, только 15 лет назад это были не столь большие данные, и строилось это именно на том, чтобы придумать или разработать те алгоритмы или подходы, которые мы можем как собрать большие массивы информации, так их правильно структуризировать, их правильно хранить, и если это нужно пользователям, предоставлять им какую-то выборку. ...либо систем, которые могли быть связаны с тем, что мы хотим обеспечить безопасность, нам очень нужна. Алексей, а куда можно применять это всё? Я так понимаю, что вы как раз занимаетесь тем, что придумываете или реализовываете скорее те истории, куда данные можно применить? Да, придумывать обычно не приходится, потому что к нам уже приходят с готовыми какими-то задачами, мы предлагаем им свои варианты решения, о которых даже заказчики до этого не думали. Когда меня спрашивают, чем мы занимаемся, я хочу ответить коротко, не вдаваясь в какие-то подробности дебри, я всегда отвечаю, что вот посмотри, любой экономический форум, инновационный форум, промышленный, о чём там говорят, большие данные, машинное обучение, всё, что связано с Big Data Science, вот, они там про них говорят, мы это делаем. Хорошо, а как вы это делаете? Как мы это делаем? У нас огромный штат людей, которые являются специалистами в конкретных областях, кто-то является узким специалистом очень, кто-то охватывает больше спектр, практически все они молодые, перспективные, развиваются под руководством более старших, более опытных сотрудников, и да, для нас сейчас практически нет таких невыполнимых задач, которые могли бы сделать кто-то другой, но не можем сделать, спрывать, я думаю, что вы об этом знаете. Более чем понимаете. Да, вы об этом знаете. И вот мы с помощью нейросетевых технологий, с помощью машинного обучения, мы автоматизировали, частично, не полностью, но автоматизировали работу монтажёров, операторов, и мы продолжаем с ней сотрудничать в этом направлении. А если говорить про нейросети, что вы в этом векторе делаете? Ну вот как раз этот проект, он с этим уже как-то связан. У нас нейросетевые технологии, они выполняют, грубо говоря, две функции. Первая – это то, где они реально применяются, там, где они реально полезны, там, где без них не обойтись. А вторая такая немного популистическая история, она тоже, они тоже могут выполнять эти функции. У вас много молодых специалистов. Я правильно понимаю, что это продолжение обучения в некотором смысле? Да, и даже страннее мира, потому что они презентуют, и после этого они рассказывают всем своим друзьям о том, что они достигли первого своего творческого результата. И так, начиная со второго курса, начинается их путешествие в профессиональную деятельность. Мы их радостно приглашаем к себе в лабораторию, в другие лаборатории и университета, где они могут получить тот опыт взаимодействия со старшими коллегами, получить очень важную часть – впитать в себя культуру того учебного заведения, научного заведения, и вырасти вместе с ним как профессионально и чисто по-человечески. Какие специалисты вам нужны? Кого вы ищете и кого вы выращиваете? Если мы можем сказать, что на данный момент у нас более 17 специальностей, которые есть внутри нашей лаборатории. Это и экономисты, это материаловеды, это специалисты в области инженерной графики, компьютерной графики, конструкторы, система техники. И даже самое интересное, что часть проектов, которые были связаны с нейросетевыми технологиями, потребовали узких специалистов в предметных областях, потому что обрабатывать большие данные без специалистов, которые смогут дать видеоданных без реальных специалистов видеомонтажа. И в этот момент на помощь пришли как раз-таки они, которые помогали нам и делать разметку данных, и именно формировать тот набор, который называется датасетом, то есть для того, чтобы правильно сделать машинное обучение и получить результат. И молодые как раз-таки ребята, которые не боятся ни рутинной работы, ни каких-то сложностей, это вот та основа, которые свои знания, свой опыт, свои навыки, они дарят нам свой творческий задор. А есть, что к вам приходят? Она как-то изменилась или как 15 лет они примерно таким же остались? Очень изменилась. Изменилась в том, что ребята сейчас уже с ранних курсов, со второго, с третьего курса пытаются построить свою профессиональную карьеру. И они понимают, что развитие, их собственное развитие, это не только обучение в университете, они сами должны приложить определенные силы для того, чтобы отдать тоже свои силы и навыки, чтобы команда, в которой они работают, почувствовала, где их место, какая у них роль, какая у них есть ценность. А с другой стороны, старшие товарищи методологически, чтобы они стали специалистами более высокого уровня. И даже когда они приезжают за границу, то есть приезжают в вузы по обмену на стажировку, они чувствуют, что фундаментальное знание, которое здесь есть, у нас мы никогда не знали, как можно обрабатывать данные, связанные с автомобилестроением. Но когда нам сказали, что, в принципе, ее можно описать по-другому, как просто систему признаков, о, мы понимаем, что мы можем это сделать. Ну, то есть фундаментальное образование в России еще как бы... Имеет это как комплексное, то есть базовое знание по информатике, химии, экологии. Про развитие софт-скилла, о котором так много говорят, сейчас крайне важно, я правильно это понимаю? Да, да, абсолютно. Алексей, а вот очень много вы с коллегой говорите про машинное обучение. Зачем оно вообще в простой жизни может пригодиться? Ну вот, для простого обывателя. Потому что, конечно, хорошо, когда ты погружен в историю инженерии, в развитии бигдат и современных технологий, но все-таки как в простом быту это может помочь любому из нас. Любому человеку, кто когда-то делает обучение, потому что все, что сейчас кишит в интернете, это все так или иначе подобрано под конкретного человека с помощью этих инструментов. Наши результаты, наших разработок, они также уже можно встретить на улицах, те же видеокамеры. Если клюнуть вероятность, что попадется именно наша камера, надеюсь, нас не будут сильно ругать за это. В принципе, результаты машинного обучения, они вот, они на улице, можно выйти от города. То есть мы до конца не понимаем о том, насколько глубоко они проникли в нашу жизнь. Да, конечно. К вам тогда обоим вопрос по информационной безопасности, как к людям, которые работают с большими массивами данных. Как сейчас построить свою личную информационную безопасность? Как понять, что надо сохранять из информации о себе, какой цифровой след оставлять, а какой следует все-таки отдавать государству, обществу, конкретным организациям, вообще зачем это может помочь? Вы знаете, каждый человек все-таки принимает свое собственное решение, какая мера или какая доля той информации, которую он должен или может отдать обществу, остается решением его самого. Но здесь мы должны понимать, что есть реальная необходимость, чтобы определенные данные, статистические данные, данные нашего поведенческого характера, они были бы важны для того, чтобы оценить биометрические показатели. Одним из примеров является система, которая, как мы разрабатывали, которая связана с контролем усталости водителя. Многие из нас являются водителями, понимают, как бывает тяжело, когда ты садишься за руль, уставший после работы, и тебе хотелось бы понимать, что если тебе система пишет на дисплее о том, что, пожалуйста, выпей чашку кофе, это действительно она о тебе позаботилась, или это действительно результат больших исследований, больших массивов данных тех водителей, которые дали согласие на обработку своего стиля вождения? Ну, то есть поведенческий паттерн конкретного водителя накладывается на массив. Да. И в этом случае система становится не просто полученная от вашего стиля вождения, она имеет рекомендательность, что 70, 80, 90% людей с таким стилем вождения или в варианте, когда у вас меняется, вы переходите из полосы в полосу, у вас изменяется стиль вождения по отношению к вашему предыдущему, это говорит о том, что у вас есть какое-то либо эмоциональное состояние сложное, либо вы просто устали, и система вам помогает. И если вы в этот момент не дали своего согласия на обработку данных, то вы будете пользоваться только теми рекомендациями, которые были не связаны с вами. То же самое с медицинскими данными. Когда мы говорим о том, что весь мир борется с болезнью Альцгеймера, хочет распознать те проблемы, которые есть у каждого в генотипе, если есть возможность без привязки к собственному медицинскому диагнозу отдать какую-то часть для обработки данных с помощью машинного обучения, это и для общества, и для себя тоже. Потому что никто не знает, каким образом для каждой семьи, через сколько промежуток времени эта медицинская диагностика может оказать свою помощь. То есть тут получается уже некая социальная ответственность каждого перед обществом в целом. И перед своей семьей, и перед собой лично. Когда мы первый раз работали вместе с лабораторией, которая занимается у нас оценкой именно борьбы с болезнью Альцгеймера, нам казалось о том, что это так далеко, и никто не узнает. Если вы диагностировали, то теперь на ранних стадиях с помощью того же машинного обучения с определением паттернов только ранних диагностики можно предотвратить тяжелые последствия и сохранить и для семьи, и для общества очень надолгий промежуток времени. В заключение, наверное, два таких простых приземленных вопроса. Мы с вами сейчас говорили про водителей, про усталость. А есть ли понимание у вас, когда все-таки автомобили полностью станут автоматизированными, а права на ручное управление будут достоянием элиты некой? На самом деле мы, как участники этого процесса, именно по разработке систем, которые связаны с анализом безопасности пешеходов, и систем помощи водителю, которые используются для новых технологий, мы знаем о том, что это совсем не за горами. Потому что каждый день, каждую минуту тысячи инженеров по всему миру станут быстрее. И молодежь, которая учится у нас на технических специальностях, на гуманитарных специальностях, они тоже анализируют эти потребности и стараются это привнести в мир. И на самом деле мы видим в этом интерес, потому что даже компании, с которыми мы работаем, не в области автоматизации, которые мы сейчас сказали, а не только точной идентификации вашего местонахождения внутри зданий, сооружений, за ее пределами, это тоже маленький вклад в том, чтобы позволить ситуативно управлять беспилотным транспортом. И одним из интересов является даже идеология не только безопасного города, умного города, а когда это может быть реализовано на базе вашего маленького квартала или просто маленького дома, внутри которого управление с такими технологиями позволит это сделать. Один из наших заказчиков, мы так радостно говорим о том, что компания Плаза Отели, которая хочет сделать интересные решения, связанные с применением этих передовых технологий, даже в области нашей жизни и нашей инфраструктуры, в которой мы будем жить. Ну и самый последний вопрос. Тем, кто сейчас заканчивает школу или кто собирается заканчивать ее через 2-3 года, на какие специальности следует обратить внимание? Что будет актуально? Вы знаете, актуальным всегда останется фундаментальные исследования в области разработки программного обеспечения, конструкторской документации, потому что это вечные технологии. Но есть новые, интересные, творческие, которые ребята сейчас чувствуют, что это будет интересно. И когда им говорят, что раньше был инженер системы техник, он говорит, а теперь я хочу быть инженером в области нейротехнологии, я хочу быть инженером, который может быстро и эффективно обработать данные, я очень хочу быть бизнес-аналитиком, а теперь и просто аналитиком, это дает возможность раз... Коллеги, вы заканчиваете школу, научение, это будет у вас долгий-долгий промежуток времени. Мы их ждем. Я бы все-таки посоветовал ребятам заниматься тем, что им нравится, и, да, не переставать обучаться и после университета, и, там, не знаю, до самой старости, век живи, век учись. Сейчас это как никогда актуально, потому что технологии меняются гораздо быстрее, чем люди успевают закончить даже свой бакалавриат, магистратуру. И, да, даже в той области, которую выберут, даже если она сейчас, допустим, непопулярна, всегда можно найти свою нишу. Радостно, что в нашем городе есть люди, которые стоят во главе обработки данных. Спасибо вам большое. Будем рады видеть вас вновь у нас в студии. Спасибо. Спасибо. Сегодня в студии Город Плюс была Болсыновская Марина, руководитель лаборатории промышленных систем потоковой обработки данных и Генцак Алексей, менеджер проектов этой же лаборатории. Спасибо. 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 Спасибо.